Первые занятия с новичками начинаются с постановки палок. Постановка палок производится следующим образом. То есть палки ставятся сзади, за пятки ботинка. И все новичковые упражнения с постановкой палок начинаются со следующего элемента. То есть человек давит весом и лыжи уезжают вперед. Давит весом, лыжи должны ехать вперед. То есть не руками, не ногами толкаться, а именно двигаться, давя на палочки весом. Сначала это ровный участок, чтобы человек мог подседая давить весом на палочки. Потом это более крутой участок и отталкивания идут мощнее. Участвуют и руки, и ноги в движении. Самое главное, это постановка палок. Если палки очень широко, человек не давит на них, он не едет вперед. То есть он поддерживает себя, чтобы не завалиться. Значит, палки ставятся кистями чуть наружу, спереди широко, снизу, внизу, ближе к лыжам. Тогда идет давление на палочки весом. Следующий элемент движения производится без палок. Это перекладывание веса с одной лыжи на другую. То есть с пятки одной лыжи, так называемый конек. Человек должен поднять одну ножку, поставить другую. И при отталкивании ногой поставить вес на палочки, чтобы был небольшой прокат. Для этого можно использовать палки. Палочки заводятся под мышки. Они используются как бы следующим образом, чтобы человек держал спину. Ножки касаются ботиночек, касаются ботиночка при прокате. Одна нога в воздухе, на одной спортсмен едет, или начинающий. Одна в воздухе, на одной едет. Как на коньках, спинка при этом должна быть ровная. Движение без палок. Движение с использованием палочек. То есть палочки втыкаются, спинка подседает и производит отталкивание палками и ногами. Данные элементы надо отработать. Повторение по 4-5 раз. А по времени повторение должно занимать минимум 40 минут. Максимум 1,5 часа. Для начинающего, который хочет подняться в гору, самый приемлемый способ подняться, это использовать попеременный ход коньковый. Как он выглядит? Работа палочками идет попеременно и ножками попеременно. Он очень похож на подъем лыжника в гору елочкой. Конькисты используют еще прокат дополнительный в гору. Его используют и лыжники высокого класса, когда они бегут по горнолыжным трассам. В турдески используется этот ход. И все хорошие спортсмены им владеют. Сейчас мы его покажем. Для новичков очень важно уметь правильно спускаться. Мы сейчас в горочку с вами поднялись. Теперь будем спускаться. Когда спускаетесь, должны помнить о следующем. Палки все время у вас, наконечники палок смотрят назад. Ручки палок впереди находятся, рядом с туловищем. Если палки мешаются и спуск длинный, их можно локтями придерживать, прижимать к телу. Но наконечники все время сзади находятся. Если вы их будете выставлять вперед, вы можете причинить себе травму. Воткнуть в себя, в тело палки. Значит, палочки все время находятся сзади. Движение лыжника производится на согнутых коленочках ногах. То есть вес тела целиком стоит на пятках. Если скольжения не хватает, спортсмен или начинающий лыжник может себе помочь палками. Значит, очень важный элемент, когда палки сзади. Если вы теряете равновесие, вы всегда можете палочкой себе помочь. Если палки у вас высоко вверху, то палочки неэффективны. Они вам не помогут на спуске. То есть они должны находиться внизу. Это самое безопасное место для палок. То есть вот мы едем высоко, палочки у нас рядышком. Вот мы подседаем. Скорость тем самым увеличивается. Палки все время находятся сзади. То есть высокая стойка и низкая стойка. Самая первая грубая ошибка, когда новички ставят палки вперед. То есть при этом движение лыж, особенно в горку, начинается назад. Человек не может остановиться, набирает скорость. Вторая грубая ошибка. Таз уходит назад. Человек плечи вперед проваливает. Таз при этом уходит вперед. И движение в гору затрудняется. Используется практически только одни кисти рук. Надо держать палки назад, опираясь на снег. Даже если вы будете приседать, палки сзади не дадут вам ехать, двигаться назад. И когда вы отталкиваетесь, стараетесь стоять на пятках, чтобы бедра вперед уходили. То есть движение должно быть весом. На палочки давим, пятки подседаем и двигаемся вперед. Необходимо ставить палки под углом. Локти при этом немножко выходят вперед. Руки не вытягиваются вперед, а ставятся коротко. То есть идет работа непосредственно весом. На палочки давим. Руки коротенькие. Опора палками сзади позволяет начинающему или хорошо подготовленному спортсмену эффективно двигаться вперед. Палочки втыкаются сзади, за пятками ботинка. Напоминаем людям, выходящим на зимние прогулки, не забывайте о правильной одежде. Не забывайте о перчатках, о правильном костюме, о лыжах, о палках, о шапочке. И если снег, не забывайте о козырьке и о бочках. Тогда вы будете тренироваться и заниматься на свежем воздухе с удовольствием, с пользой для себя и для своего здоровья.